Итак, мы с вами переходим к следующему разделу, к следующему модулю, который называется внешние ссылки. Это очень важная группа инструментов при совместной работе. Во-первых, давайте определимся с понятием внешней ссылки. Что же это на самом деле такое? Понять это несложно. Внешняя ссылка это отображение чертежа из другого файла в текущем файле с сохранением динамической связи. То есть, если мы взглянем, к примеру, на вот этот план участка, мы увидим здесь три плана домов. И если мы выделим один из них, то увидим, что он ведет себя вроде как блок. То есть, здесь появляется одна ручка, но на самом деле это внешняя ссылка. Об этом сейчас нам свидетельствует контекстная вкладка ленты, которая появляется и которая называется внешняя ссылка. То есть, данный чертеж, данный план, он не располагается в этом файле, он просто ссылается на другой файл исходник. Этот файл исходник у меня открыт на компьютере, то есть, все эти три дома у меня открыты. Вот он располагается. И сейчас мы увидим саму суть внешней ссылки. То есть, если мы изменяем исходник, к примеру, я изменю цвет кровли, сохраняем чертеж, то при переходе на генплан, как раз таки, где собраны эти внешние ссылки, мы видим вот такое сообщение. Файл внешней ссылки был изменен. Мы можем обновить. Во-первых, мы своевременно видим изменение другого чертежа. И во-вторых, можем получать сразу последнюю информацию. Нажимаю обновить, и цвет обновляется. Таким образом, можно легко и четко координировать работу между разными разделами, между смежниками. Архитектор, к примеру, передает задание конструктору. Конструктор разрабатывает первонаперво конструктивную сетку, и эта конструктивная сетка внешними ссылками может расходиться на все разделы. Таким образом, очень важный элемент, ну, к примеру, как мы взяли конструктивная сетка осей, на 100% у всех будет точная. И если какие-то изменения в ней вносит конструктор, то все, соответственно, эти изменения сразу видят. То есть в этом основной принцип внешних ссылок. Мы можем получать самую свежую информацию между различными чертежами. Как правило, файлы, в которых участвует работа внешних ссылок, должны храниться на каком-либо общем сервере, которому есть доступ в организации. И работа ведется непосредственно вот на этом сервере, чтобы все файлы хранились в одном месте. Также есть возможность непосредственно из вот этого генплана открывать файл исходник. Посмотрим на примере второго дома. Мы его выделяем, и здесь у нас есть кнопка «Открыть вхождение». Нажимаем «Открыть вхождение», и у нас открывается как раз вот этот план. И теперь уже мы сами можем вносить в него изменения. Также давайте изменим цвет кровли для наглядности. Сохраним. И вернемся. Как видите, опять появляется информация о изменении. Нажимаем, и у нас появляется самая последняя версия чертежа. Вот таков основной принцип работы внешних ссылок. На этом данный урок мы завершим, а в следующем уроке мы посмотрим уже все тонкие. Создание вставки и внедрение внешних ссылок.